Итак, всем привет! В данной ролике поработаем в игру ондышке Unity и рассмотрим инструмент постобработки. А именно, что это такое, для чего она нужна, как ее настроить и так далее. Работать будем в проекте со стандартным рендером, то есть built-in. И здесь у меня уже подготовлена небольшая сцена. У меня здесь расставлены объекты, настроены материалы, настроено освещение. И постобработка нужна для того, чтобы как раз изменить как-то финальную картинку. То есть сделать цветокоррекцию, добавить каких-то дополнительных эффектов. И для этого нам нужно сделать два основных шага. Первое это настроить камеру игрока, и второе уже настроить сами эффекты. Но перед этим нам нужно установить сам инструмент постобработки в движке. Для этого мы заходим на вкладку Windows, Package Manager и переходим на вкладку Unity Registry. После чего в самом низу находим инструмент, который называется Post Processing. И нам необходимо его установить по кнопке Install в правом нижнем углу. После чего у нас будут уже доступны компоненты для работы с постобработкой. Поэтому находим нашего игрока и находим его камеру. И после этого на данную камеру мы накидываем компонент, который называется Post Process Layer. И здесь нам нужно в первую очередь указать как раз слой для постобработки. То есть у нас картинка в играх, она отрисовывается вот так вот слоями. То есть первый слой, допустим, отрисовываются непрозрачные материалы, затем прозрачные материалы и так далее. И вот как раз вот слой постобработки, он всегда отрисовывается самым последним слоем. И как раз нам этот слой нужно создать. Поэтому мы можем перейти здесь на вкладку Layer, нажать Add Layer, то есть добавить новый слой. И в любой свободной ячейке как раз ввести постпроцессинг. Вот на случай я здесь его уже добавил, он у меня уже есть. После этого мы выбираем снова камеру, параметр Layer, задаем как раз наш слой постобработки. Здесь же мы можем настроить параметр Anti-Lasing. Это у нас параметр сглаживания. То есть если мы будем смотреть в дальние какие-то объекты, то границы данных объектов, они будут с такой небольшой пиксельной сеткой. Это более видно сейчас будет, если я приближу поближе. И вот видим, что здесь вот на краях где-то есть у нас такая вот пиксельность. И соответственно вот эту пиксельность мы можем частично сгладить при помощи параметра Anti-Lasing. То есть здесь мы выбираем один из режимов. Например, выбираем режим FXAA. И вот после этого видим, что у нас вот эта пиксельность, она немножко сгладилась. Да, сильно, конечно, у вас картинка не изменится, но все равно немножко грани сгладятся, и картинка будет чуть мягче. Особенно этот эффект очень хорошо виден, если вы разрабатываете VR-приложение. Далее мы можем добавить эффекты постобработки на ту же камеру, но я советую лучше создать отдельный объект. Например, мы создаем просто отдельный пустой объект. Так его и называем, Post Processing. И уже на него мы будем добавлять различные эффекты. И в первую очередь давайте сразу добавим данный объект в слой постобработки. То есть мы выбираем вкладку Layer и указываем наш слой Post Processing. Если этого не сделать, у вас эффекты, в принципе, работать не будут. Далее мы нажимаем Add Component и добавляем в компонент Post Process Volume. Первый параметр из Global определяет, что у вас будет постобработка действовать на всей сцене целиком, либо в какой-то определенной области. То есть в данном случае пока поставим галочку, и у нас будет постобработка распространяться на всю сцену. Дальше нам нужно создать файл постобработки, то есть так называемый профиль. То есть здесь мы просто нажимаем в New. И после этого у нас появляется кнопка Add Effect, где мы можем добавлять различные эффекты постобработки. В первую очередь мы добавим эффект Bloom. И после добавления эффекта мы можем разблокировать отдельно параметры и, соответственно, уже настраивать эти эффекты под себя. В первую очередь активируем параметры Intensity и Threshold. И на Pre-Intensity поставим единичку. И можем уже увидеть, как работает данный эффект. То есть в данном случае у меня есть Emission материалы на сцене. И как раз рядом с ними у меня появляется такое вот Орео свечение. То есть если мы будем Intensity увеличивать, то, понятно, у нас это свечение будет увеличиваться. Параметр Threshold определяет, насколько далеко от данных источников у вас будет распространяться вот этот Орео. То есть если мы будем его уменьшать, то вот видим, что у нас в целом осветляется наша сцена. Но обычно этот параметр оставляют где-нибудь там либо в единичке, либо в значении 9, 10, 8, 10. Перейдем к следующему эффекту. Это эффект Ambient Occlusion. Он нам позволяет добавлять дополнительные тени уже в нашу сцену. То есть в данном случае разблокируем. Ну давайте, наверное, вот эти три параметра. И в первую очередь увеличим параметр Intensity. То есть вот видим, что у нас получается. То есть у нас добавляются вот такие вот тени дополнительные в углах нашей сцены. При этом видим, что сильно задирать ее не нужно, потому что у вас в итоге все затемняется. Но при этом там значение опять же там, ну там до 0,5, да, то есть в принципе какой-то эффект тоже имеется. Но в целом данный режим, он видим, работает, ну не очень хорошо на самом деле. То есть мне обычно больше нравится второй режим Scalable Ambient Obscurance. Здесь в данном случае у нас уже будут именно в стыках задаваться дополнительные тени, то есть уже не в объеме, а именно по геометрии. И это смотрится уже немножко получше. Без данного эффекта и с данным эффектом сразу появляется объем в нашей сцене. То есть отдельные эффекты также можете включать-выключать и смотреть, как они у вас в итоге работают. И сразу могу отметить, что вот данный эффект Ambient Occlusion в VR-приложениях, она работает только как раз в режиме Scalable Ambient Obscurance. Следующий эффект Color Grading отвечает за цветокоррекцию. Видео, что здесь у нас огромное множество различных параметров, которые мы можем настраивать, рассмотрим некоторые из них. Первый параметр Tone Mapping, он отвечает за в целом задание какого-то оттенка нашей сцены. То есть у нас есть несколько режимов, там есть нейтральный, где у нас буквально чуть-чуть изменился внешний вид. Есть у нас режим Access, и он уже делает нашу сцену более контрастной, более кинематографичной. Но при этом видим, что у нас сейчас сцена стала очень темной достаточно. Ну и соответственно можем настраивать еще дополнительно вот этот тон при помощи кривой. Следующий раздел White Balance. Собственно здесь мы можем задавать температуру нашего окружения. То есть у нас есть параметр Temperature, то есть регулируя данный бегунок, то есть мы можем задавать либо более теплые цвета, либо более холодные. Ну и также параметр Tint, он дополнительно позволяет изменять оттенок. Но чаще всего вы будете изменять параметры именно с раздела Tone. То есть здесь у нас есть параметр освещенности Post Exposure. То есть с помощью него можем добавить либо чуть больше общего такого света, либо наоборот сделать сцену потемнее. Следующий параметр Saturation, это задается насыщенность цветов, то есть можем сделать такие прям яркие-яркие цвета, либо наоборот черно-белые ввести. Ну и соответственно также Контраст, можем задать чуть более контрастную картинку. То есть например я сделаю чуть более контрастную сцену, освещенности поставлю чуть повыше и немножко подкручу цвета. И вот видим, что вот без данного эффекта и с данным эффектом у нас уже картинка становится чуть посочнее. Следующий раздел Channel Mixer, он позволяет регулировать отдельные цветовые каналы, то есть красный, зеленый и синий. То есть в целом можем в принципе задать практически любой оттенок нашей сцене. Трекболы позволяют изменять как раз опять же цвета нашей сцены в зависимости от ее освещенности. То есть Lift, он изменяет оттенки темных участков, Gamma, он изменяет цвет таких вот усредненных участков, и Gain, он изменяет оттенки светлых участков. Соответственно если у вас есть где-то вот ярко выраженная там темная либо светлая область, вы тоже можете изменять их оттенки. То есть в данном случае я вот просто попробую немножко вот так вот подвинуть вот эти бегунки центральные. То есть посмотрим, что у нас получается в итоге. То есть ну допустим я хочу чуть больше таких вот красненьких, розоватеньких цветов добавить. И вот видим в принципе даже вот их эффект, тоже можем их отдельно включать-выключать. И вот видим, что без постобработки. И с постобработкой видимо, что у нас уже цветокоррекция значительно изменилась. Итак, с цветокоррекцией разобрались, давайте рассмотрим следующий эффект, который называется Chromatic Aberration. Здесь у нас уже параметров поменьше, в основном это параметры Intensity. Если будем его увеличивать, то увидим, что у нас по краям наша картинка вот так вот размывается. И у нас появляется такой вот эффект, будто бы у нас там какой-то, не знаю, рыбий глаз что ли. То есть можем даже в принципе включить игровой режим и посмотреть, как у нас работают динамики. То есть вот видим, что у нас в принципе по краям вот идет такой вот, ну не знаю, эффект что ли цветного телевизора. Также у нас есть эффект винетки, Vignet. То есть он позволяет добавить как раз винетку по бокам. То есть тоже вот у нас, видим, появляется такая дополнительная винетка. Здесь же мы можем регулировать, насколько она у нас будет плавно происходить, параметры Smoothness. Форма винетки при помощи параметра Roundness и так далее. Так, что у нас еще тут есть? У нас еще есть параметр Grain. Он позволяет добавить шума на нашу сцену. То есть опять же нашу камеру, то есть если мы будем увеличивать параметры Intensity, то вот видим, что у нас появляется такая вот рябь, как от телевизора. Тоже можем регулировать размер данной вот этой вот сеточки. И при этом вот эта рябь, она динамическая. Сейчас мы запустим игровой режим, то видим, что у нас вот эта рябь, она как раз рябит. Следующий эффект Lens Distortion, он позволяет нам указать нашу линзу камеры. То есть если будем увеличить Intensity, то видим, что у нас получается. То есть мы можем сделать вот так вот в перспективу ввести, либо сделать наоборот такую вот впуклую нашу линзу, что у нас будет деформироваться наша картинка. При этом мы можем деформировать ее только по какой-то одной оси. Для разбора следующего эффекта у меня подготовлена еще одна сценка. То есть у меня есть такой вот коридорчик, и в нем есть такой вот участок очень темный. То есть в нем нет источков света, и здесь мы практически ничего не видим. Но в реальной жизни, когда мы заходим в темное помещение, у нас глаза все равно потихоньку адаптируются. И у нас освещение немножко выравнивается. И соответственно нам хотелось бы тоже сделать такой эффект, чтобы мы когда переходили из светлой области в темное, и наоборот из темного светла, чтобы у нас выравнивалась освещенность. Для этого у нас есть эффект, который называется Auto Exposure. То есть здесь мы можем отметить три данных параметра, и попробовать порегулировать данные бегунки. То есть если мы сейчас будем регулировать их, да, допустим, разведем их по краям, вот эти минимум, максимум, то у нас здесь достаточно сильно все осветилось, поэтому мы можем вот этот параметр Exposure Compensation снова немножко снизить. Допустим, там до 0.3. И, например, Color Grading, например, поставить 0. Можем даже Color Grading пробовать немножко минус поставить. То есть видим, что сейчас у нас коридорчик достаточно темный, но когда мы в него заходим, то видим, что у нас уже освещенность чуть поднимается. То есть у нас как раз идет вот эта компенсация экспозиции. То есть как раз этот эффект нужен для того, чтобы у нас в темной области немножко осветлялись, когда мы в них заходим. И давайте рассмотрим еще несколько эффектов, которые уже видны больше в динамике. То есть здесь у меня подготовлена третья сценка. Вот, и, соответственно, здесь у меня есть простенький скрипт, который мне будут генерировать вот эти же столбы, пока у меня будут двигаться мой игрок. На игроке у меня добавлен компонент Constance Force. То есть он просто будет у меня лететь вперед по данной плоскости. И следующий эффект, который мы разберем, называется Motion Blur. То есть он позволяет нам сглаживать нашу картинку, когда мы трясем камерой. То есть но в статике вы этого не увидите. Давайте я сейчас отмечу обе галочки и включу игровой режим. Если мы будем трясить камеру, то, возможно, заметите, что как раз есть вот это вот небольшое сглаживание. То есть это лучше видно, конечно, если я сейчас поставлю игру на паузу и просто сейчас вручную подвину мою камеру. То есть вот, по сути, вот этот эффект, когда у вас именно сглаживаются, смазываются границы объектов, когда вы резко дергаете головой. Если я сейчас выключу как раз Motion Blur, то вот видим, собственно, действие вот этого эффекта. То есть именно когда вы в динамике резко крутите головой, то у вас будут немножко сглаживаться объекты, и за счет этого будет более плавная картинка. То есть здесь у нас есть параметры. То есть насколько сильно у нас будет идти это сглаживание. Вот этот первый параметр Shutter Angel. Ну и количество Sample Count, это насколько качественно будет это сглаживание, но в целом визуально вы даже разницы особо не увидите. Следующий эффект Depth of Field, он позволяет нам настроить фокус нашей камеры. Первый параметр Focus Distance соприляет, а на комбор, а стояние от камеры игрока у нас будет находиться фокус. То есть если я сейчас поставлю единичку, то видим, что объекты, которые находятся дальше, чем на метр от игрока, они уже расплываются. То есть фокуса на них нет. Параметр Aperture, это у нас, соответственно, насколько сильно будет вот это размытие фокуса. И фокусное расстояние, это, соответственно, у нас уже насколько длинным этот будет фокус по длине. Ну условно, если мы так представим, что здесь у нас находится игрок, здесь у нас находится фокус, то вот это расстояние между ними, это как раз фокусное расстояние, то есть Focus Distance. Соответственно, радиус вот этого фокуса, это параметр Aperture. И длина этого фокуса, то есть насколько далеко он будет уже от этого центра расходиться в разные стороны, то это уже у нас как раз Focus Length. То есть в принципе в эти бегунки можете на практике поизменять и увидеть в принципе его работу. Ну и последний эффект, который мы еще не разобрали, это Screen Space Reflections. То есть он уже отвечает за отражение на нашей сцене. Но он работает только в определенном режиме рендера. То есть нам нужно зайти в настройки нашего проекта. Перейдем на вкладку Graphics. И здесь у нас есть параметры нашей графики. И нам нужно найти, скорее всего, раздел Height, который у нас сейчас используется. Снимаем галочку Use Defaults. И нам нужно здесь указать рендеринг пасс, как раз режим Deferet, который нам и просят. И как работает данный эффект. То есть здесь у меня пол для данных колонн, он у меня идеально гладкий, то есть у него материал с параметром Smoothness, с единичкой. И, соответственно, мы видим отражение от данных колонн, от данной плоскости. То есть мы можем регулировать данные параметры, то есть Maximum, Marge, Distance. Это насколько далеко у нас будут эти отражения, опять же, отрисовываться. Затем Distance, Fade. Соответственно, насколько сильно будут расплываться отражения на данной плоскости. Ну и Винетка тоже, по сути, задает контуры данных отражений. Ну и здесь пресет, соответственно, мы задаем качество данных отражений. То есть мы можем поставить какой-нибудь там вообще-то Overkill, и видим, что у нас вообще получается максимально-таки идеальное отражение, то есть как на полированный пол. Но при этом мы должны понимать, что это достаточно такой тяжелый эффект. Но, в принципе, мы получаем такой интересный эффект, то есть без всяких Reflection Pro, без запекания, мы можем получить вот такие вот реалистичные отражения. Таким образом, мы с вами разобрали все эффекты пост-обработки, и осталось только рассмотреть, а как настроить локальную пост-обработку. Например, у меня есть такая зона, где у меня горит огонь. И при входе в эту зону, допустим, у меня картинка должна становиться более красной. Соответственно, я могу добавить, например, просто пустой объект. То есть создать Create Empty и расположить его примерно в середине данной зоны. Затем мы накинем Box Collider, к примеру, и уже растянем его по размерам данной зоны, ну, примерно вот в этой области. После чего сразу поставим из Trigger и поставим слой ему пост-обработки. После чего накинем компонент Post Process Volume. И здесь уже галочку из Global мы как раз ставить не будем. А поставим парантер Blend Distance, то есть где-нибудь двоечку. Это насколько плавно у вас будет меняться пост-обработка. То есть в данном случае при входе вот в этот большой прямоугольник у нас уже начнет постепенно действовать вот этот новый пост. Дальше нам нужно подключить профиль пост-обработки. Я, наверное, использую уже текущий. То есть я его просто сдублирую, сразу его, допустим, переименую пост-локал и его подключу уже здесь в качестве профиля. И здесь я просто возьму, подкорректирую парантер Color Grading. То есть сделаю его более красным. Но при влете в эту область нашей текущей камеры мы сейчас ничего не увидим, никаких изменений. То есть если будем там изменять, например, то видим, ничего не меняется. Поэтому для удобства можем пока что поставить из Global. Нашу предыдущую пока что отключить по свободу. И сейчас настроить, какую нам нужна картинку. То есть, допустим, добавить чуть более красного. Может быть, добавить чуть больше освещенности. Можем накинуть немножко насыщенности. И, например, включить парочку эффектов, которые выключены. Например, Chromatic Aberration, Grain. Ну, допустим, что-то такое у меня будет при входе в область огня. Соответственно, я снова снимаю галочку из Global. Возвращаем ее в текущую пост-обработку. Ну и, в принципе, можем протестировать, как это все работает. Вот, начинаем входить. Видим, что у нас уже потихоньку начинает действовать пост-обработка. Но при этом она работает не совсем корректно, как мы здесь видим. Соответственно, мы можем поставить у второй, например, Paraniter Priority, поставить единичку. То есть у локальной пост-обработки. И она уже будет преобладать над основной. Соответственно, если вот выйдем, у нас будет действовать наша глобальная пост-обработка. Когда заходим в эту область, все, у нас уже работает именно наша локальная пост-обработка. То есть уже основная не учитывается глобально. Вот, а в принципе, видим, что инструмент пост-обработки очень полезный. Позволяет кардинально прямо изменить вашу финальную картинку. То есть сделать цветокоррекцию, добавить дополнительных эффектов. Вроде там размытия, винеток, теней и так далее. То есть в целом инструмент очень полезный, но с ним нужно сеять, экспериментировать, изучать его и пробовать накидывать различные как раз эффекты. Также хочу напомнить, что если у вас есть желание поддержать канал, то в описании под видео есть реквизит. А на этом у меня все. Поэтому всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok